Затяжная невнимательность. Почти через месяц после выпуска в аттестатах 9-ти классников 109-й школы Канавинского района обнаружена опечатка, которая делает аттестаты недействительными. Удивительно то, что почти в 100 аттестатах ошибку не заметили ни учителя, которых выдавали, ни ученики, ни их родители. Заметили только в приемных комиссиях учебных учреждений, куда пошли выпускники. Наши дочери закончили 9 классов в 109-й школе Канавинского района в этом году. Нам выдали аттестаты с ошибкой. В слове учреждения отсутствует буква Ч, получается уреждение. В результате из колледжей нам обратно возвращают эти аттестаты как недействительные. Я хотела поступать в автотранспортный, но мне оттуда вернули аттестат и сказали, что они не берут с такими аттестатами. Хотела поступить в авиационный, но когда показала им аттестат, сказали, что там ошибка и такое там не принимают. У одной девочки были разные номера на вкладышах. То есть вот на одном вкладыше был один номер, на другом другой. Изначально в губернанском колледже у нее заметили именно эту ошибку, а потом, когда досконально стали уже смотреть аттестат, обнаружили еще отсутствие буквы Ч в слове учреждения. Пострадавших примерно человек 75. Они недействительны у всех трех классов. Типография города Костромы. И, насколько я знаю, напечатано было очень много таких аттестатов. Да, расстроена, потому что в этом году я, скорее всего, не поступлю в то училище, куда хотела и пойду в 10 класс. Видимо, тот, кто учил вот этого человека, совершившего опечатку, точно неграмотный. Столько народу ведь проходит, ведь ну как-то печатается документ. Ну прочитать. Учителей, я думаю, полностью винить нельзя. Ну, 160 человек не заметило, наверное, потому что вот радость такая, то, что школу закончили, учителя тоже радовались там. Ну и вот не смогли заметить ошибку. Школа была обязана проверить качество поступивших аттестатов, как мне сказали в департаменте образования Канавинского района. Я звонила в РАНО, я звонила в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Мне везде сказали, что это косяк школы и что они обязаны это исправить в кратчайшие сроки, чего они делать, пока не торопятся. Нам дети на аттестаты поменяйте, пожалуйста, на нормальные, чтобы они смогли поступить в море. 15-го обыкновения. А почему такая ситуация получилась? Человеческие факторы. Много безграмотных у вас в школе? Или вам некогда заглянуть? Без комментариев. Такое часто бывает? Пожалуйста, первый раз. Это первый раз. А где директор-то вообще? Вот сюда. Классно. И что, этот вопрос никто не будет решать? Нам до 15-го августа надо поступить детям поездок. Значит, поступят. Я сейчас делаю все возможное и невозможное. А аттестаты делают в Костроме. А что, поближе у нас нет типографии? Нас это не волнует. Это косяк школы, не нас. Поступить на места не получилось вот сейчас. Им приходится менять аттестаты, чтобы подать заново документы. Через 10 дней позвоните, пожалуйста, в школу, и я вам уже дам точную, более точную информацию. Не переживайте. Все будет хорошо. У вас мы будем держать в курсе. Конечно, для продолжения. А вы туда же, в Кострому, там же в Костроме заказываете? Да. Там же безграмотные люди. Зачем туда-то опять? Ну, они аккредитованы, чтобы они присылали нам аттестаты. Вы думаете, что это в каждой подворотне делают аттестаты? Мы делаем все возможное. Я говорю, на сегодняшний день я дала заявку в Кострому, чтобы нам изготовили документы. Потом будем решать пошагово дальше проблему. Как сообщили нам в Костробской типографии, опечатка была допущена в самой школе. Так это не наша проблема-то. Это они сами напортачили. Часть информации печатаем мы, отсветной печатью. А часть информации они впечатывают на принтерах. Имя, фамилия ученика, которому аттестат выдают, регистрационные номера. Они сами испортили при впечатке. Ошибку допустили. Мы на всю страну печатаем одинаково. И если бы это случилось, то у нас бы все бланки неправильные были. Если бы мы где-то ошибку какую-то допустили орфографическую. Наверное, им было проще так. Они просто прикрывали свои ошибки. Ну, понятно, им, наверное, так проще было сказать, что... Кто-то там чего-то напортил, кто-то там неправильно что-то впечатал. Кто-то там... Ну, человеческий фактор, он всегда срабатывает. Мы им уже переделали. Они нам сделали новую заявку. Мы им уже переделали эти бланки. И в понедельник они должны... В понедельник мы их уже отправляем. Кстати, как заявили в типографии, подобные казусы случаются во многих регионах России. И почти все лето у них уходит на выпуск дополнительных аттестатов, чтобы исправить допущенные при оформлении в школах ошибки. В нашем нижегородском случае все будет исправлено оперативно, и дети не пострадают. Продолжение следует...